нью-йорк бруклин утро и это значит что первый день на мувинге первая работа в сша скажу честно я лет десять ничего не делал руками так что посмотрим как сегодня получится совсем справиться все что пока знаю это 15 долларов в час плюс чаевые 15 долларов не такая большая ставка но уже что-то после нескольких успешных рабочих дней есть возможность поднять эту ставку все еще нет информации не разговаривали о том как выплачиваются деньги каждый день или раз в неделю раз две недели вот поэтому сейчас едем на точку сбора и там уже встретимся с хозяином компании проговорим все детали и будем работать я так понимаю что сегодня будет наш такой установочный рабочий день как мы посмотрим на работодателя и работу так и работодатель посмотрит на нас насколько мы предрасположены к тому чтобы переносить тяжелые вещи но я думаю что это это наше все сейчас приехали на точку сбора еще нью-йоркское метро нам не особо знакомо поэтому выехали чуть-чуть пораньше в итоге мы здесь за 20 минут на 20 минут раньше приехали чем нам назначили но это даже хорошо сейчас немножко осмотримся и потом начнем работать ждем начала работы все уже стоим у склада богу тут наша машинка небольшой трафик в нью-йорке поэтому человек который будет над нами начальствовать он немножко задерживается вот еще раз хочу просто восхититься чистотой если честно вот нью-йоркских улиц потому что дофига всего прочитал видел там возмущение и прочих отзывов о том насколько здесь погано и грязно но честное слово мы сейчас находимся ну вот просто ну наверное в одном из самых непрезентабельных районов и здесь вот как видите просто-напросто чистота порядок красота и уют такие дела так ну что вот мы уже в машине мы все ближе и ближе к богатству к деньгам к работе поэтому все хорошо игорь скажи пару слов все будет хорошо отлично да я очень ну потому что человек в шоке просто от свалившихся перспектив на него вот эти перспективы карьерного роста но все хорошо все хорошо работаем на самом деле если пишут так нам сказали что мы сегодня живыми не уйдем у нас будет 2 целых два объекта так что херачим работаем паша и вывод который мы сделали а самолем не надо говорить что мы познакомились в тюрьме да мы сейчас прорабатывали как бы историю как как все таки говорить потому что он говорят как бы познакомились в тюрьме и жены наши познакомились и в общем как-то как-то но реакция неоднозначная я честно скажу надо с этим работать мы решили говорить что мы все со всем что мы познакомились с сан-диего на memorial days сто 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 ну что не работа а счастье просто приехали грузим вот там коробочки вот они уже наверху игорь только что закончил плакать от того что наконец-то наконец-то он работает на работе своей мечты очень круто очень здорово вообще работы сегодня будет море уже садится телефон зарядка почему-то стало держать не так долго как мне хотелось бы сейчас вот выбежал буквально там на две минутки до магазина купить воды классно запаковываем классно таскаем все коробки в общем все супер круто сказали что работы у нас сегодня будет много будет еще один объект в общем класс просто класс я больше переживал если честно думал будет и сложнее и жестче понятно что будет и сложнее и жестче но я думал что это будет на старте а так все хорошо единственное что если сейчас сядет телефон то дальше уже поснимать не получится и тогда я просто после того как телефон зарядится я какой-нибудь такое короткое ревью о том как прошел этот рабочий день запишу ну что у нас уже следующий день мы вчера отработали видите наши лица просто светятся от счастья поскольку это была наша первая смена то нас с игорем решили сильно не нагружать и мы отработали 16 часов то есть две смены по 8 мы настолько вдохновились что даже взяли с собой вот этого качка это этот спортивный джентльмен будет работать с нами вместе ну что игорь коротко это было потрясающе это слишком коротко мувинг в нью-йорке мувинг в нью-йорке друзьям и ну на самом деле можно сказать в этом голосовании мы решили что можно сказать мы заработали 240 долларов за работу и 40 долларов чаевых и того 280 долларов в день на рыло на лицо на харю без документов без всего мы спокойно заработали в общем круто приезжайте работайте в нью-йорке друзья боже благослови америку и дома с лифтами это просто разительная разница офигенная разница со вчерашним днем вот начальник попался хороший с украины нормальный мужик 30 лет уже сша работу чует все знает всему обучает переживал очень обучаемые лимы но мы оказались парнями нормальными так что все хорошо все где надо подскажет где надо поможет работает на равных вместе с нами в общем ну и главное честный то есть все четко по часовую оплату который обещал всю ту заплатил прям как как было сказано в общем мы довольны будем работать дальше принципе это интересная возможность вот я говорю для людей которые приехали еще документов нет еще только прошение подано еще то все 3 10 вот так устроился работать за наличку работаешь и и прокормить себя можно и мало-мальски неплохую квартирку тоже можно снять вот такие вот дела в общем ну это хорошо это хорошо я думаю что грузчиком в россии много не заработаешь итак друзья вот лица моих счастливых коллег товарищей все мы отработали заработали еще 200 долларов 150 за работу 10 часов и 50 это типсы на человека вот я хотел бы какие-то комментарии от вас услышать друзья отличная работа ничего не бойтесь тяжело но терпимо нормально легкая интеллектуальная работа всем советую мы играли в шахматы в основном удачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok